Если спросить любого бакинца, где находится сердце Баку, он не раздумывая ответит – Вичари-Шахяри, Старом Городе. Посетив его, можно окунуться не только в историю, но и почувствовать колорит столицы, понять менталитет местных жителей. Побывав в Старом Городе и не посетить его главную достопримечательность – дворец Шерван-Шахов – невозможно. Он воздвигнут на его самые верхние точки. Этот дворец – последнее пристанище правителей Шерван-Шахов, династия которых правила на протяжении тысячи лет, с VI по XVI века. Изначально столицей Шерван-Шахов был Шамахи – один из самых древних городов Азербайджана. Но после разрушительного землетрясения, когда Шамахи превратился практически в руины, столицу решили перенести. У них было два варианта – Баку и Дербент, который в те времена был в составе государства Шерван-Шахов. Но Дербент находился на севере, и зимой воды Каспия покрывались льдом, что мешало передвижению кораблей. Так что выбор пал на Баку. Для возведения комплекса были приглашены искусственные архитекторы – резчики по дереву и камню. Сотни специалистов со всего Востока строили сокровища азербайджанской архитектуры. Здесь очень интересные экспонаты, музеи. И то, что здесь можно хорошо погулять и насладиться атмосферой старого города, атмосферой старого Баку. В старый город туристы приходят и ради кафе, о котором знает каждый человек, родившийся в Союзе. Пожалуй, самая популярная фраза из фильма «Гайдая. Бриллиантовая рука» подсказала хозяевам его название. Именно на этой улице снимали всеми любимую сцену. Любой турист из стран Содружества считает своим долгом зайти в кафе, чтобы вспомнить свое детство, даже если он в городе ненадолго. Хуандык Аджигитов в Баку транзитом. До самолета остались считанные часы, но это не помешало ему прогуляться по старому городу. Кто-то мне сказал по улице, что есть тут место, где фрагмент, где Никулин упал, сломал руку. И вот в этом мне стало интересно. Я пришел, прям целенаправленно искал это место, нашел. И сейчас вот меня так радушно, тепло встретили. Вдоль всех старинных улиц Ичари-Шахяр расположены рестораны, кафе, а также антикварные лавки и сувенирные бутики. Ровшан Ахмедов антиквариатом занимается более 30 лет. Но самым любимым направлением в этом деле у него остается нумизматика. У нас в коллекции есть монеты начиная с пятого века. Это монеты Древней Греции и Персии. А наибольший интерес у туристов вызывает наша национальная денежная единица. Сначала на них были изображены знаменитые поэты и политические деятели страны. Но после деноминации 2006 года в обращение были выпущены новые деньги. Дизайн новых банкнот основан на единой теме – независимый Азербайджан. Каждая купюра отображает национальные музыкальные инструменты, архитектурные памятники Азербайджана. А на банкноте номиналом 10 монатов изображен старый город. Выйдя из крепостных стен старого города, попадаешь в губернаторский сад. Разбитый на 4,5 гектарах земли, он считается самым старым в Баку. Мы с ним не обращаемся, что я в Азербайджан для зелени филармонии. Филармония находится практически у входа. Она окружена зеленью и редкими деревьями, которых в саду насчитывается более 12 тысяч. Это излюбленное место отдыха юной скрипачки. Восьмилетний Бельшат Фархатсаде. После изнурительных занятий в музыкальной школе глоток свежего воздуха дает прилив сил. Когда мы на даче, я каждый раз даже уроки делаю в беседке у нас на улице. Я очень люблю нашу дачу, люблю, когда мы там живем. Все время во двор можно выйти. Бельшат учится в специальной музыкальной школе имени основоположника оперной школы Азербайджана, народного артиста СССР Бюльбюля. Отца посла Азербайджана в России, композитора и певца Полада Бюльбюляглы. Музыкальная школа Бюльбюля основана в 1928 году. Преподают здесь предметы всех классических инструментов. Бельшат Фархатсаде выбрала скрипку, когда ей едва исполнилось 4 года. Когда я была маленькая, мы часто приезжали на дачу и там жили, оставались. Наш сосед, мальчик там был, он играл на скрипке. Он играл не очень хорошо, но когда мы переехали в город и обратно потом, через год приехали, он стал играть очень классно. И мне очень это понравилось. И я сказала маме, что я тоже хочу играть на скрипке. Несмотря на столь юный возраст, Бельшат успела стать обладательницей гран-при и лауреатом более 30 национальных и международных конкурсов в России, Японии, США, Франции и Италии. Первой она выиграла в 5 лет. Бельшат Фархатсаде в Италии заняла гран-при, получила гран-при, получила премию в скрипочку. Ей был подарок, и это была, конечно, большая радость для нас. Это был очень серьезный международный конкурс. Среди 169 конкурсантов из семи европейских стран в своей возрастной категории Бельшат стала лучшей. У нее уже есть несколько произведений собственного сочинения. Но больше всего она любит выступать перед публикой. А для того, чтобы побороть волнение, девочка придумала свой метод. Например, там место есть в моем концерте, оно на вальс похоже. И я представляю, как люди танцуют. Я когда на экзамене играю, я представляю, что тут никого нету. И только я одна играю, стою в лесу каком-то и играю. Баку – родина не только талантливых людей и великолепной архитектуры. Благодаря благодатной почве здесь выращивают фрукты и овощи, о которых знают далеко за пределами Азербайджана. Несмотря на свои размеры, продукция этого мини-завода давно стала брендом Азербайджана. Его основатель Афет Ахмедова свою недетскую мечту лелеяла чуть ли не с детского сада. Я помню, что когда мне было где-то под шесть лет, это даже мои домашние говорят, и всегда я говорила, что у меня будет завод. Шесть утра, а в разделочной уже готовят джемы, компоты, варенье и другие консервы из фруктов и овощей. В штате у Афет Ахмедовой 32 сотрудника и 30 из них – женщины. Наши сослуживцы – это женщины, домохозяйки. Они в основном даже без образования. Я подумала, что мне нужны такие люди, которые любящая мама. Азербайджанские женщины в 90% случаев они великолепно готовят, правильно? Просто их надо поставить на рельсы, им надо привить определенные процедуры. У Морзии Алиевой это первое рабочее место. Сидя дома со средним образованием, она о таком только мечтала. Я здесь делаю работу, которой занимаюсь всю свою жизнь. Заготовки на зиму. Мы как подружки друг другу помогаем, подсказываем, как одна семья. До открытия завода Афет Ахмедова возглавляла маркетинговую фирму, изучала местный рынок, чтобы понять, что будет интересно иностранным инвесторам. И сделала для себя удивительное открытие. Я вообще не ожидала, что такое в Азербайджане есть. Сырьевая база идеальная, замечательная, натуральная. Вкусная, яркая. А вот конечных продуктов у нас нет. Почему-то все все импортируют. То есть как это получается? Азербайджанский, скажем, абрикос, вкуснейший на белом свете. И вдруг мы кушаем французский джем абрикосовый. Сначала она сама стояла в больших супермаркетах и предлагала продукцию собственного производства. Сперва стеснялась, а затем вошла во вкус. Поверила в свой успех в тот день, когда продала первую банку консервов. Это было 31 июля 2015 года. Это был день моего рождения. То есть первая банка, когда мы посмотрели, прошло через кассу, сказала, девочки, значит, мы смогли убедить кого-то в правильности нашего решения. Все фрукты и овощи местные. Закупается все у мелких фермеров, а не у крупных оптовиков. На этом маленьком предприятии изготавливают 65 видов консервов. Максимально экологично. К примеру, овощные салаты жарят на мангале, а на шарап делают не из суга граната, а из зерен по старинным традициям. Эти рецепты передались нам от наших бабушек. Мы пользовались ими дома, а сейчас наши знания понадобились всем. В процессе приготовления спрашивают мнение каждой женщины. А одну линию производства консервов Афет посвятила памяти отца. Он был ее вдохновителем и большим другом. Она все свои решения принимала после того, как советовалась с ним. Отец вселил в нее самое главное – веру в себя. Дань уважения своему отцу, которого я потеряла из-за сахарного диабета, часть портфолио я сделала без сахара вообще, чтобы люди с таким же диагнозом могли наслаждаться хорошей едой. Сегодня завод, которым управляет Афет Ахмедова, вошел в топ-10 крупнейших производителей консервов Азербайджана. Под брендом «Сделано в Азербайджане» товары экспортируют в Россию, США и Японию. Десять лет тому назад никто в меня не верил. Никто. Даже мои самые ближайшие друзья, они говорили, что «ну что это такое? Ну что это такое? Все равно ты не справишься. Это, не знаю, слишком для женщины. Ты что делаешь?» Но она смогла разрушить стереотипы и доказала, что женщина может все, если захочет и если она сама в себя искренне поверит. К Бакинскому региону относятся столица и Абширонский полуостров, в котором расположились 50 поселков и 17 сел. Природа одарила здешние места плодородной почвой, исторической архитектурой и теплым морем с песчаными берегами. Но самое главное сокровище этих мест – это гостеприимные и радушные люди, встреча с которыми не забывается никогда. Субтитры создавал DimaTorzok